С кофе нужно начинать не только день, но и бизнес, уверена ростовчанка Мария Кузнецова. В свои 20 она успела освоить премудрость и приготовление популярного напитка и создание собственного дела. За полгода ей удалось развернуть в южной столице сеть экспресс-кофеин. Эта сеть была основана на нашей гоу-кофе, была основана в Новосибирске моим партнером. Я наткнулась на его статью, как у него все получилось. Мне очень понравился этот человек, просто как личность, как предприниматель. Я решила приобрести у него франшизу. Я не смотрела, какие есть еще, где дешевле, где лучше. Я просто поняла, что с этим человеком мне комфортно будет работать. Я купила франшизу, через две недели открыла первую кофейню. Она была не очень удачная, но мне хотелось быстрее и быстрее. Мы открылись, у меня была команда сформирована. То есть эта команда до сих пор идет со мной. Помощники нашлись сами собой. Друзья и одноклассники поддержали идею Марии. Ни у кого опыта работы не было, основу предпринимательства пришлось осваивать коллективно. Дата открытия кофейни у меня была 7 марта. И до этого, буквально в декабре месяце, если бы мне сказали, что я так буду всем этим заниматься, я бы просто не поверила. Но сейчас, я посчитала бы, что это невозможно развиться до таких темпов и так далее. А сейчас я бы ничего не изменила. То есть было очень много ошибок совершено, от которых потом были горькие слезы в подушку или там плечо какого-нибудь друга, подруги. Но все это должно было быть, чтобы сейчас иметь вот такой уровень. Бизнес начал набирать обороты. Точки с напитками появлялись в разных частях города. Уследить за всеми оказалось непросто. Чтобы готовые кофейни не зачахли, Мария решила продать часть из них. Я продала готовые уже работающие кофейни. В связи с тем, что у меня очень много мыслей, которые меня переполняют. Мне всегда хочется заниматься новыми направлениями, но я не готова бросать что-то. Из-за всех этих темпов мне была выделена должность как региональный руководитель по Южному федеральному округу. И сейчас у нас продано несколько франшиз на Ростов, в Сочи, на город Новочеркас. И уже есть открытые работающие кофейни. То есть буквально в Ростове мы за последние две недели запустили еще четыре кофейни. Свободного времени катастрофически не хватает, сетует девушка. Но все уже учиться на психолога в московском вузе и уделять время близким успевает. Учусь я на вечернем отделении. Не всегда успеваю посещать занятия, но психология мне близка. Я не вижу ее как работу своей мечты в будущем, но как то, просто для себя, наверное, мне она нравится. Поэтому я ее изучаю. Я успеваю уделять время своей семье. У меня очень большая семья, у меня очень много племянников, у меня очень много сестер, у меня есть папа, мама. Всегда стараюсь уделять им время. Я уделяю время спорту. То есть я активно занимаюсь спортом с детства и сейчас продолжаю. По возможности хотя бы спортзал. Это два раза в неделю сто процентов. Вот я люблю читать, вот начитать у меня нет времени. Всегда вместо читать приходится заниматься компьютерной работой, которую я не люблю. Компьютерная и бумажная работа, контроль кофеин, работа с персоналом, основа рабочего графика. Чтобы бизнес был рентабельным, приходится трудиться без выходных. Только в этом случае можно держаться на рынке со столь высокой конкуренцией. Мы не пытаемся ее перебить какими-то хитрыми ходами. Есть простая истина, то что если люди ходят в кафе, они ходят туда по причине того, что там вкусно, там приемлемая для них цена, и там, например, комфортно и уютно, и там приятный персонал. То есть у нас в России есть большая проблема с обслуживанием. Я очень сильно борюсь с этим. Но не в плане того, что вот, вы должны быть супер-мега-улыбчивы, даже если у вас все плохо. Нет, у меня сотрудники, они, в принципе, очень позитивные ребята. У нас как бы шуток много, там и про кофе, и про жизнь, и все на свете. И общение у нас достаточно дружеское всегда. За счет этого создается приятная атмосфера. Останавливаться на достигнутом не в ее правилах. Впереди много планов. Все мысли уже о новых стартапах. Сейчас я занялась изготовлением продукции, косметики, ручной работы. Это пришло, это стечение многих обстоятельств, стечение того, что я все-таки девушка. И, наверное, кофейный бизнес, он немножко тяжек в том, что, ну, как бы варить кофе, таскать сироп и все, это достаточно тяжело для девушки. Мне всегда хотелось, чтобы у меня была маленькая мастерская, в которой все было бы уютно, красиво, нежно и утонченно. Вместе с моим партнером, опять-таки, из Новосибирска, нам пришла идея о том, что кофе, который мы варим в наших кофейнях, он регулярно остается в большом количестве уже сваренный кофе. У нас кофейня, а этот помолк. И на основе него, с дополнением других ингредиентов, я стала дома пробовать делать косметику натуральную. Скрабы для тела и лица пока выдают как подарок клиентам кофеин. Но мечта смелая – запустить производство косметических средств. Возможно, уже скоро в Ростове появятся специализированные лавки. Главное – желание. Уверена юная бизнесвумен. Редактор субтитров А.Семкин